МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирина Никешина. Здравствуйте! Аппаратом администрации Ненецкого округа объявлен конкурс для формирования кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской службы, ведущей и главной группы. Речь идет о конкурсе на должности в региональном проектном офисе. В декабре прошлого года утверждены 12 национальных проектов, включающих в себя 67 федеральных проектов. Кроме того, в каждом субъекте с текущего года будут реализовываться региональные составляющие федеральных и национальных проектов. Для управления ими в Ненецком округе и создается проектный офис. Специфика работы на проекте и определяет требования кандидатам. Так, помимо высшего образования, все кандидаты должны обладать навыками обработки, систематизации и хранения массивов данных, уметь работать в режиме многозадачности, обладать лидерскими качествами и уметь управлять бюджетом. Кроме того, для работающих в проектном офисе специалистов важно стратегическое мышление, ориентация на результаты, умение работать в команде. Касаемо стажа, для главной группы должностей он должен составить не менее двух лет по специальности. Для ведущей требования к стажу не предъявляются. Прием документов продлится до 11 февраля по адресу город Наринмар, улица Смедовича, 20, кабинет номер 21 в рабочее время, а также онлайн через портал Госслужба. Конкурс состоится ориентировочно 1 марта текущего года. Депутаты городского совета утвердили дату основания города Наринмара. В устав муниципалитета внесена строка 10 марта 1935 года. Решение было единогласно принято на внеочередной сессии. Необходимость конкретизировать дату рождения Наринмара возникла в связи с многочисленными обращениями горожан, после чего Совет депутатов собрал по этому вопросу круглый стол с участием общественности, в ходе которого и решили внести дату рождения города в устав муниципалитета. Эти изменения касаются приведения нашего городского устава в соответствии с изменившимся федеральным законодательством. Во время публичных слушаний городские депутаты предложили одну поправку, которая касается установления в уставе, закрепления в нашем городском уставе дня города. Теперь наш устав будет содержать дату, день рождения нашего города, 10 марта. Кроме того, депутаты городского совета планируют выступить в окружном собрании с законодательной инициативой по финансированию празднования дня города Наринмара. Также на сессии депутаты поддержали еще один проект по внесению изменений в устав муниципального образования. Изменения касаются порядка выборов депутатов. Если в действующей редакции устава у нас установлено при выборе депутатов 7 многомандатных и 1 одномандатный округ избирательный, то эти изменения касаются установления 15 одномандатных округов избирательных. Данные изменения обусловлены обеспечением повышения прозрачности представительства перед избирателями, а также повышение ответственности депутатов перед своими избирателями. Проект по изменению количества избирательных округов будет вынесен на публичные слушания. Они состоятся 14 февраля в актовом зале администрации Наринмара. Александра Литкова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». В Ненецком округе близится к завершению убойная кампания. На сегодняшний день заготовлено 1158 тонн оленины, что составляет 96% от плана. Промежуточные итоги убойной кампании подвели сегодня на совещание рабочей группы с участием представителей Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАУ, мясокомбината и окружного собрания депутатов. По информации окружного профильного департамента, убойную кампанию завершили все крупные оленеводческие хозяйства региона. Всего 11 хозяйств. На завершающей стадии заготовки мяса находятся СПК «Рассвет Севера» и СПК «Индига», которая вчера на убойном пункте села Коткино загнала последнюю партию оленей. На территории Малоземельского сельсовета убой осуществляют семейно-родовые общины. Из восьми две заготовку мяса успешно завершили. На территории Малоземельского сельсовета находится убойный пункт Семяшкина Михаила Павловича, который был запущен в декабре прошлого года. Впервые построен, запущен в работу. Мы общались с представителями общин, с руководителями общин. Очень довольны проведенной организацией убоя. Раньше приходилось гнать сюда. Да, были такие времена, что убойный пункт находился на территории мясопродуктов и убой совершали на нем. По словам начальника отдела снабжения общества мясопродукты Александра Воронина, в настоящее время продолжается вывоз мяса с убойных пунктов на Ринмар. По состоянию на вечер вчерашнего дня в холодильник акционерного общества поступило 456 тонн оленины. Около 10 тонн мяса осталось вывезти из Нижней Пёши. Оно будет вывозиться маленькими запретами МИ-8. Значит, идет еще убой у нас в Коткино. Мы там ожидаем примерно 20, может 25 тонн мяса, когда все забьют. Посмотрим, там будем довозиться снегоходами, тряковыми. Значит, сейчас вывозится Харьяга. Значит, до 24 числа мы планируем Харьягу закончить. Значит, после этого мы переходим на Индзерей. Там буквально 70 тонн мяса. Примерно числа 30-31. Мы начнем возить к Харуту. На рассвет севера. На рассвет севера, да. Значит, ну, там у нас еще останется НЕСЬ. Значит, у нас еще останется у нас Воркута. Ну, и последним будем замыкать это, мужество всего, в клуме хозяйства с убойного пункта Нижнековынская. По словам Александра Воронина, общий объем оленины, которое предприятие намерено получить в текущей компании, 780-790 тонн. Доставка мяса в окружную столицу по плану завершится в конце марта. В завершение совещания рабочей группы руководитель окружного профильного департамента Михаил Ферин дал ряд поручений представителю мясопродуктов и окружной полиции. Мне бы что хотелось, первое, чтобы по окончанию убойной кампании, Александр Павлович, Ваше акционерное общество мясопродукты сделало анализ, то, что проведено, отметило все положительные и отрицательные моменты. Сначала, как был организован вывоз и доставка к качеству мяса, вес мяса уменьшился он по сравнению с прошлым годом или увеличился. То есть, для того, чтобы мы по окончанию убойной кампании могли сделать аналитическую записку и на предстоящем совете по линеводству об этом доложить. То же самое попрошу коллег из Министерства нашего внутренних дел, Управления внутренних дел провести анализ, какая дисциплина была, какие моменты, как охраняют свое собственное имущество коллеги из СПК, какие есть нарушения для того, чтобы предотвратить их в следующем году. Итоговое совещание рабочей группы по убойной кампании состоится после ее окончания, а оно запланировано на конец месяца. Ирина Никишина, Антон Водряков, Телеканал «Север». 10 803 обращения поступило в 2018 году в МВД России по НАО. Итоги работы за прошлый год подвели сегодня окружные полицейские на ежегодной коллегии. Так, в прошлом году правоохранительными органами раскрыто 628 преступлений. Этот показатель улучшился более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Раскрыты все убийства, а также преступления, связанные с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью от 95% грабежей. В своем докладе начальнику МВД по НАО Олег Яковлев отметил, раскрываемость краж в регионе составила более 60%, мошенничеств – 47%. Из 527 преступников больше половины не имели постоянного источника дохода, почти 50% находили состояние алкогольного опьянения, а 56% ранее совершали преступления. Кроме того, он отметил, что есть сложности в работе с некоторыми населенными пунктами округа. Только после экстренного вмешательства сил и средств управления в селе ОМА удалось восстановить правопорядок, где на протяжении длительного времени братьями, публиками, завершен ряд преступлений, число которых в пользу убийств, нанесения, побоев, кражи, грабежения, законы проникновения жилища, угонов, пульевых гастров, применения насилия в отношении представителей власти. Также в докладе отмечено, что в 2018 году на 10% увеличилось количество зарегистрированных преступлений. По этому показателю среди регионов России округ оказался на втором месте после Ленинградской области. Среди сдерживающих факторов и нерешенных проблем Олег Яковлев отметил слабое взаимодействие с органами местного самоуправления. Волокита в полицейском производстве. В 2018 году нам не удалось разобраться и установить виновных в совершении 236 преступлений. С учетом возросшей нагрузки на следователи и кознаватели по количеству находящихся оконченных производством уголовных дел не удалось справиться с соблюдением сроков расследования. Также в докладе было отмечено, что в сфере незаконного оборота оружия выявлено 15 преступлений, что в два раза больше, чем в 2017 году. За 12 месяцев 2018 года на территории региона зарегистрировано 37 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это на 28,8% меньше, чем годом ранее. Количество преступлений экономической направленности, выявленных сотрудниками ОМВД России по Ненецкому округу, увеличилось на 45%, с 33 до 48. За год в регионе выявлено 8 преступлений коррупционной направленности. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». 90-летию Ненецкого округа посвящен конкурс, объявленный этнокультурным центром НАУ. Конкурсный отбор проводится в трех номинациях – стихи и проза, рисунок, фотографии. В трех возрастных категориях – 7-11 лет, 12-17 лет, 18 лет и старше. Темы конкурсных работ – творческая карта округа и тундра фэнтези. В рамках первой темы участники могут отразить средствами литературного, живописного, графического или фотоискусства впечатления, знания, истории, красоты своего населенного пункта. Вторая тема подразумевает творчество в жанре фэнтези, где действия происходят на территории Ненецкого округа. В номинации стихи и проза конкурсные работы могут быть представлены на русском, ненецком или комиязыках, написанные разборчивым почерком или напечатанные на компьютере. В номинациях рисунок и фотография конкурсные работы должны быть представлены на листах размером не более, чем формата А4. Теме тундра фэнтези принимаются фотографии, в основе которых лежит реальный снимок, обработанный или дорисованный при помощи любой удобной компьютерной программы. Прием документов на участие в открытом региональном конкурсе «Ненецкий округ. Слово рисунок фото» продлится до 10 марта. Торжественная церемония оглашения результатов и награждения победителей состоится 18 апреля. Педаль от огурца искали юные наринмарцы на концерте детского писателя Игоря Шевчука. Автор популярного мультсериала «Смешарики» и соавтор мультфильма «Фиксики» приехал в Наринмар. В его творческом графике концерты для школьников. Один из них посетила наша съемочная группа. Папа Смешариков, дядя Фиксиков, Игорь Шевчук – детский писатель, чьи стихи полюбились маленьким читателям, легко запоминаются, несут добрую атмосферу, приехал в Наринмар. Это стало возможным благодаря учителю музыки школы номер 6 поселка Искателя Жанне Басовой. Вернее, дружбе Жанны Васильевны и Игоря Михайловича. Она представляла через детей своих на этом самом конкурсе «Песенам в Питере». И я подошел этим девочкам двум, это было лет 10 назад, им не дали никакого приза, ну, просто там были много по стране достойных всяких. И я подошел за кулисы их успокаивать. В прошлом году Жанна Васильевна увидела в интернете новую программу Шевчука «Педаль от огурца». Вот бы нашим школьникам ее посмотреть, подумала учительница. Я набрала его номер и спросила, Игорь Михайлович, а в Наринмарке вы приехать можете? Я говорю, а почему бы и нет? И вот я очень благодарна за финансовую поддержку Оксане Анатолию Курленко, которые сделали эту идею явью, реальностью. Они сейчас здесь. Честно говоря, до последнего момента не верилось, что приземляется самолет, сейчас сюда выйдет Шевчук. Юные Наринмарские зрители, пришедшие на концерт писателя, едва ли знают автора любимых мультфильмов. Но с удовольствием напевают фиксипелки, сочиненные Шевчуком. А песенки знаешь какие-то? Знаю, но сейчас я их часто напеваю, но сейчас я не могу припомнить. Ага, скажи, а вот кто из главных героев тебе там нравится больше всего? Симка и Нолик. Их друзья. Педали от укурца обязательно должно быть две, объясняет Игорь Михайлович на своих концертах. А еще загадывает загадки, читает стихи, поет и играет вместе со зрителями. А вот тут ничего, ничего. И что-то я забыл, как важное. Глаза у Кирилла вообще озера еще. Тундровые озера прямо жроченные. Творение Шевчука учит детей воспринимать все жизненные события с улыбкой, преодолевать трудности, не впадая в панику. Впрочем, иногда самому автору бывает на концертах туго, ведь удержать в рамках детскую аудиторию не всегда по силам. Набралось 45 где-то. Первоклассники. Если бы это было в Питере, я бы убился бы. Я бы вышел без голоса, потому что в Питере гораздо сложнее управлять. Но так хорошо они все вот это вот гасились, когда надо было смех убрать. Я удивлен на самом деле. Может быть, это просто такой удачный класс, где педагог их воспитал так прилично. В творческом графике писателя еще несколько концертов для нориенмарских школьников. Ольга Русл, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. С 22 по 28 января в Нориенмаре работает Большая Кировская ярмарка. В продаже вятский мед, кондитерские изделия, разносолы и в широком ассортименте товары для здоровья, натуральное термобелье и многое другое. Натуральные лечебные шампуни, полезные напитки для поддержания иммунитета, а также крема для опорно-двигательной системы, лечения варикоза и капли панкова для лечения глаз. На Кировской ярмарке вы сможете приобрести не только уже полюбившиеся товары, но и новинки. Турмалиновая продукция, пояса ортопедические с турмалином в особенном спросе, наколенечки, коврики, ортопедические компрессионные наколенники тканевые, турмалиновые. И интересная новиночка на данный момент, которая пользуется очень повышенным спросом. Супер прочные носочки «Лен плюс крапива» в городе Вологда. На ярмарке представлен большой выбор натурального термобелья для взрослых и детей из кашемира, шерсти мериноса и ангоры, производства компании «Ревмохелп», а также корректирующие бесшовное белье фирмы «Бонита». Традиционно в продаже кондитерские изделия, вятские разносолы, сало в ассортименте и лучшие сорта мёда с частной пасеки Чеботаевых. На нашей ярмарке представлен вятский мёд, собранный в экологически чистом районе Кировской области, с лишней пасеки пчеловода Чеботаева. В ассортименте более 10 сортов мёда. Липовый – это простудное заболевание, тоник, клевер, пустырник валерьяна. Также вы сможете приобрести верхнюю женскую и мужскую одежду московского и кировского производства с наполнителем из тенсулейта, синтепона, верблюжьей шерсти и кролика. Кировская ярмарка работает до 28 января с 10 до 19 часов по адресу улица 60 Лет СССР, 2А. Александра Литкова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Такова информационная картина к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok